Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Время сейчас 9.07. И мои бесконечные будильники, которые каждые 5 минут звонят на фоне твиксик. А здесь моё солнышко. Кстати, у него настроение уже лучше. Вот. А ещё сегодня, наконец, надо переделать ноготочки, сделать коррекцию. Посмотрите, сколько. Я уже больше месяца хожу с этими ногтями. Нигде нету сколы, всё держится замечательно, но просто уже надоел. А вот так вот утром выглядит моё рабочее пространство. Я ложусь поздно и ничего не упираю. Хочу, кстати, снять тикток. У меня нет никакой зависимости. И показать все свои маркеры. Посмотрите, сколько их. И здесь сколько валяется. А вот и я. Умылась, расчесалась, хотя это совершенно не видно. Вчера искупалась, легла спать, встала сегодня. Вижу, что у меня шукер на голове. И так всегда. Надо, по идее, купаться по утрам. Но я не люблю. Я вот искупалась, и мне так спать хочется. Прям так конят в сон. Поэтому для меня идеально искупаться и лечь спать. Но до этого надо, пожалуй, высушить голову. А то получается вот что. Посмотрите. Смотрите, какой ужас. И, кстати, серёжки я ношу. Сначала немножко болели уши. Мне было неудобно. Но мама ругала, что хотя бы эти серёжки носи. Поэтому я их ношу. Вот. У меня просто ушки не привыкли к серёжкам. Поэтому немножко неудобно было засыпать даже в этих серёжках. Но сейчас я уже как-то привыкла. Включила компьютер. Пожалуй, сегодняшнее утро начнётся у меня с монтажа для моего второго канала Айкобум. Там у меня видео выходят через день. Хотя, вы знаете, я очень много времени трачу. Но всё равно каждый день не получается. Поэтому только через день. Но зато стараюсь делать контент качественным. А ещё меня очень сильно раздражает то, что камера не передаёт всей красоты наклеек, который я рисую. Вот здесь, например, пуговицы. Они блестящие. Но это совершенно не видно. Но в жизни это так круто переливается. Так классно смотрится. Вот эти пуговицы, они блестящие. И на каждой наклейке есть детали блестящие. Но столько труда, но нифига не видно. Это для моей новой коллекции наклеечка вот такая вот. Видео я уже смонтировала, поставила на загрузку. Загрузка у меня занимает где-то 15 минут. И многие спрашивали меня, каким приложением я пользуюсь. Вот как называется приложение. Но один такой момент. Приложение у меня платное. То есть год использования стоит, по-моему, 2000 рублей. Недорого, но всё равно, чтобы вы знали. И здесь у меня такая поляна. Сейчас буду снимать для вас мукбанг. Без мандаринов в этот раз тоже не обошлось. Мама приготовила жульен. И это мне ещё такую же упаковочку, или как сказать, в такой же посуде мама приготовила ещё и себе. Вот. Но я думаю, что всё я не съем. Но в любом случае, приятного аппетита мне. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Время полдвенадцатого. Я, считаете, смонтировала видео, накрасилась, немножко порисовала. Вот. И уже сажусь снимать видео. Получается, до 12 ещё и видео сниму. Поэтому в любом случае, вставать рано, это очень продуктивно. На дворе ночь. Я рисовала, рисовала. И у меня сломался один ноготочек. В общем, в аварийном состоянии я решила сейчас начать делать коррекцию. Хотя время уже вот. Ну что, начнём. Потому что завтра мне утром нужно в банк, а мне стыдно идти вот с таким ногтем. Так что давайте приступим. С этими ноготочками я проходила больше месяца. Около сорока дней. Представляете? Я всегда снимаю покрытие до базы. И обязательно в этот раз будем убирать длину. Посмотрите на этого сладкого мальчика, который лежит и наблюдает за тем, как мамочка делает себе коррекцию. Сняла я покрытие. Пожалуй, будем убирать длину. Хочу совсем коротенький в этот раз делать, чтобы прям долго ходить с ноготочками. Хотя с этими я ходила ужас как долго. И было немножко неудобно. А ещё я где-то недельку назад у Перваны брала вот такой вот гель-лак. Это кошачий глаз и вот такой вот магнитик. Цвет просто обалденный. Ну вы знаете, я так подумала. У меня были фиолетовые ноготочки. Опять делать такие же, даже не знаю. Стоит ли опять делать этот цвет или сделать какое-то разнообразие. Я у неё взяла просто сделать себе покрытие, потом отдать. А сейчас я думаю, у меня были фиолетовые ноготочки. И опять фиолетовые, как-то неохота. Вот такую длину я оставила. Многие мне писали в комментариях, что нарисую что-то новогоднее. Но если честно, я рисовать на ногтях не особо умею. Вот, взяла вот такой вот цвет. И наклейок у меня тоже нету, к сожалению, новогодних. Хотя я их долго искала. Надо было бы заказать. Ну в общем, вот такой вот цвет мне нравится. Не знаю, как он будет смотреться именно на ногтях. Надо попробовать. Ни разу не делала, кстати, маникюрчик. Хотя этот цвет у меня, наверное, год точно. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Я сделала маникюрчик, но хотела при дневном освещении вам показать всю красоту. Это левая рука. Сейчас вам покажу правую. Правая тоже получилась очень-очень аккуратная. Но мне кажется, как-то скучно, да? Надо что-то добавить. Я просто кайфую от этой длины. Это настолько удобно. Это просто нечто. Сейчас, я думаю, может быть, наклеечки сюда забабахать. Или просто блестки. А возможно, может что-то со стразами придумать. Но такая длина, это супер оптимально. Очень удобно. Я вот с утра с этой длиной два видео для вас сняла. Супер. Что-то я приклеила стразы. И мне как-то не очень. У меня такое бывает. Теперь хочется отлепить. Не нравится мне. Поэтому решила хотя бы на этой руке ничего не делать. Оставить все как есть. Я уже оделась. В куртке сижу. И жду маме, пока мамочка оденется. Я собиралась идти одна. В общем, я иду покупать себе ноутбук. Вроде как я уже определилась. Но я еще хочу загонять в Браво. Потому что техника всегда дешевле всего там. И качественнее всего. Поэтому я собираюсь туда. Еще в ТикТоке увидела. Девочка показывала обзор на Браво. Кстати, мам, там новогодние вот эти вот посуды. Все-все-все. Скидки. Очень хорошие цены. Поэтому обязательно вам все покажу. Еще мне надо забрать карточку. В общем, дел у меня дофига. Ждем, пока мама оденется. И в путь. Маме нарядилась просто со скоростью света. И, кстати, мамочка постоянно мне говорит, что в этой куртке я выгляжу как бомжара. Пишите ваше мнение в комментариях. Я лично считаю, что куртка смотрится очень даже ничего. Она у меня всего один год. Но мама говорит, что мне стыдно с тобой ходить куда-то. Но, несмотря на ее эти комментарии, я пошла именно в этой куртке. А на улице у нас не снежинки. Хотя магазины так и пытаются создать новогодний вайб. Рисуют вот такие снеговики и клеют снежинки. Смотрится просто обалденно. Очень атмосферно. А мы первым делом направились в Браво. Я обожаю этот магазин. Здесь большой выбор всего. И здесь мы наткнулись у входа на просто огромную елку. Она не уместится у нас в квартире. С учетом, что у нас потолки 2,5 метра высотой. Но и стоит она за облачные стоимости. 800 монат, между прочим. Да и вообще, зайдя в Браво, немножко забываешь, зачем ты вообще зашел сюда. Здесь очень прикольные игрушки. Правда, стоят они не сильно дешево. Но сейчас вроде как на все 50% скидка. Поэтому с учетом этих всех моментов получается нормальная цена, так скажем. Одна вот такая вот игрушка стоит, например, 5 монат с чем-то. И вот такая тоже. В общем, средняя стоимость игрушки где-то 4 моната. Это 200 рублей получается за игрушку. Но можно намного бюджетнее все это найти в других магазинах. Несмотря на все это, я предпочитаю приобретать что-то именно здесь. Просто потому, что здесь спокойно можно, например, снимать все, что ты хочешь. И никто к тебе не подойдет с глупыми вопросами, зачем вы это все снимаете, куда это вы будете выкладывать и так далее. То есть всем плевать на то, что вы делаете. Даже если вы притащите сюда профессиональное оборудование и будете снимать. У меня, кстати, такое было, что я с большой камерой Canon ходила здесь немало. Никто у меня ничего не спрашивал. В этом плане вообще прям супер. И здесь висят азербайджанские флаги. И мы совсем забыли, зачем мы вообще сюда пришли. Я не могла оторваться от стендов с новогодними стаканчиками, ложечками, рюречками и так далее. Что касается того, зачем я пришла сюда. В общем, ноутбуки здесь очень слабенькие. Вообще здесь выбор ноутбуков очень скудный. Всего здесь было 5 ноутбуков. Хотя большой выбор, например, телевизоров, холодильников и всякой такой техники для кухни, так скажем. Ноутбуков не было. Было 5 ноутбуков и все они были очень слабенькими. Поэтому мы решили не брать. Но зато, находясь прямо в Браво, я нашла номер, место, где купил ноутбук мой двоюродный брат. Завтра поеду туда и выберу себе модельку. Также здесь есть косметика. Вот этот хайлайтер, он просто божественный, девочки. У меня он есть. Я увидела у сестры Жоли. Купила. Несмотря на то, что у меня много хайлайтеров, я в восторге просто от него. И еще от Golden Rose мне нравится вот эта серия. Velvet Matte, по-моему, да, она называется. Постельное белье, что только здесь нет. Но качество этого постельного белья мне не очень понравилось. Я вообще очень люблю новое постельное белье. Я кайфую, когда я сплю на новом постельном белье. Еще здесь мне понравилось вот такое одеяло. Мне часто в комментариях пишут, что мое серое одеяло не подходит под мою комнату. Но это немножко маловато для моей кровати. А еще после создания бумажного канала я вообще неравнодушна к канцелярии. Как только я вижу стенды с фломастерами, не знаю, ручками, линейками, я просто умиляюсь и хочу все это купить. В прошлом году мы уже купили елку. И почему-то именно в прошлом году был огромный выбор искусственных елок. И я вот сейчас увидела елки вот эти вот белые. И мне даже они больше нравятся, чем наши зеленые. Мне кажется, смотрятся очень атмосферно. Много игрушек всяких, большой выбор всего. И тут я споткнулась, чуть не упала. Но такие ситуации происходят со мной очень часто. Да ладно, забудем, будем считать, что этого нету. Вот такие веночки, или как они правильно называются, на дверь вешать. Ну все, я дома, мои хорошие. Ой, устала я очень, но до сих пор не купила. Я нашла место, где я куплю, но, к сожалению, это место находится очень далеко от моего дома. Поэтому я думаю, что чем вечером переться туда, уж лучше завтра утром встану пораньше и поеду. Потому что магазин закрывается в 8, а время сейчас в 7, пока я доеду. Не хочу второпясь покупать, как бы, с бухты барахты. Хочу хорошенько подумать, осмыслить. Возможно, там тоже походить по магазинам. Вот, поэтому я вроде как не купила ничего. Но зато мы взяли кое-что для дома. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Я на 28-м. И здесь как раз-таки то здание, в котором я мечтаю жить. Вот в этом голубом с панорамными стеклами. Дай бог, как говорится. А еще здесь палатки с игрушками новогодними и елочками. Стоит все очень бюджетно. Но елки так себе, если честно. Не такие, как в Браво. Также решила заглянуть, посмотреть штативы. Дело в том, что я купила уже себе ноутбук. Но на него должны установить Windows. Установить программу для монтажа. Пока они все это делают, я решила пройтись по магазинам. Поискать то, что мне нужно. Ну все, я уже дома с покупкой. Купила себе ноутбук. Тот, который хотела, экономить не стала. Хотя изначально хотела немножко сэкономить. Думаю, блин, дополнительные функции мне не нужны. Я взяла себе Full, самый классный. Нашла хорошее место, где продаются именно мощные компьютеры. Если говорить в общем про магазины, там дороже. Еще плюс там нету выбора. Например, я вчера была в Браво. И там всего было на стенде 5 ноутбуков. 4 из которых очень-очень слабые. То есть очень прям. Даже для обычного человека. Вот, а так как я монтирую видео, для меня это не только как развлечение, так скажем, так и работа. Мне надо, чтобы моя работа шла быстро, оперативно и так далее. Поэтому я взяла себе мощный компьютер. Я не могу поверить, кстати, в это. Вот, я знаю, что я копила на машину. Но я думаю, пусть моя работа облегчится. Вот, и сегодня наконец-то прилетает мой папа. Мы решили сделать ему сюрприз. Мы сказали, что его встречать не будем. Но на самом деле мы собираемся его встречать. Вот. Поэтому мы с мамочкой нарядились. Так немножко сейчас покушаем. Вызовем такси и в аэропорт. Кстати, насчет дивана. Вот про эти пятна я вам говорила. Правда, на видео не сильно заметно. Вот обратите внимание. Вот здесь вот такое вот пятно. Даже несколько пятен. И некоторые мне в комментариях писали, что это типа влажно. На самом деле нет. Прошло уже больше недели. И вот пятна прям. Даже на видео их видно. Хотя в жизни все намного хуже. Или вот здесь, обратите внимание. Не сильно заметно, но если присмотреться, вот, все в пятнах. А это, наконец-то, мое приобретение. Моя покупочка. Как же долго я тебя искала. Вот эта вот коробка. Я уже все разобрала, включила. Мне надо купить переходник. Я взяла не в стандартном варианте. Сюда еще что-то добавили. Я так и не поняла, что. Но я доплатила. Еще жесткий диск или, в общем, не знаю, такую штуку железную. Еще засунули внутрь. Сказали, что так будет еще мощнее. В общем, это прям максимум того, что можно купить. Я взяла от фирмы Acer. Хотя Lenovo стоил намного дешевле. Можно было побюджетнее взять Lenovo. А все остальные HP Acer также стоили. MacBook стоил еще дороже, чем этот. Этот с теми же параметрами, но стоил дороже. Я решила взять Acer, потому что мой старый ноутбук, вот он. Я его взяла тоже с собой. Он тоже был от Acer. Ну, как был. Он тоже у меня есть, но он по наследству достанется маме. А после мамы кому достанется? Сыночку достанется после мамы. Ну, все, мы уже на месте. Вот такой вот у нас аэропорт имени Гидара Рива. Мы приехали раньше времени. Заходим. Ждем папулечку. Заказали вам капучино. Такой вот классный, густой он. Сидим и ждем. Прям не терпится увидеть папочку. Мы прям приехали совсем рано. Вот, не подумали. Думали, что мало ли что произойдет. Пробки и все дела решили пораньше. Мама сказала, давай быстрее, быстрее, быстрее. Мой муженек проезжает. А я сейчас думаю, может быть, папа забыл камеру. Я даже не напомнила. Я постеснялась. Папа подумает, что я хочу, чтобы он приехал только из-за камеры. А это же не так. Ждем папочку. С минуты на минуту он должен быть здесь. Счастливая мать выглядит вот так. Приехал муж. Наконец-то папа дома. Здесь лежит моя камера. Богатство. Бабаевский. Ой, сколько всего. Это не надо вообще выкладывать. Родственники увидят, сколько конфет здесь пришло. Смотрите, что. Сейчас я буду снимать вам на эту камеру. У меня аж руки дрожат. Маме папа привез кофемолку. Мама так давно хотела. Видите, какой романтичный мужчина. Нет. Мне косметичку. Нет, это какая-то старая косметичка. Не старая, это зеленодорожная. И мне палку колбасы. А что, одну? Здесь квас? Что это, моча? Нет, это мед. О, мед. Все, прячем. Мам, все прячем. И, наконец-то, я осталась наедине с Canon J7X Mark III. Ну что, открываем? Оп. Оп. У меня руки прям дрожат. Я очень волнуюсь. Здесь какие-то USB. А зарядка это. Так. А где сама камера? Вот. Сегодня и ноутбук новый. Но выглядит она, конечно, так же, как моя. Сейчас попробую поснимать на нее. В камере, к сожалению, зарядки нету. Поэтому нужно поставить на зарядку и немножко подождать. Это будет сделать очень сложно, но придется. Смотрите, какую прелесть мне подарила двоюродная сестра. Я ей сказала, что ничего не покупай, ничего не надо. Папа на самолете, там перевес. И вот она мне решила подарить вот такую игрушку, где написано Айка Эмили. Новогодняя игрушка. Сейчас будем вешать на елку. Дианчик, огромное спасибо. Честно, очень-очень понравилось. Я такая звезда тут. Причем розовенькая. Супер. Вот так вот. Ну как вам? Чувствуете разницу между новой камерой и старой? Не знаю, я чувствую, честно, разницу. Но просто я еще не разобралась в настройках. Не совсем поняла, что к чему. Но мне очень нравится внешний вид. Она такая матовая. Но сказать, что прям суперсильное отличие нет. Моя камера тоже неплохая на самом деле. Вот. Ну не знаю, на компьютере виднее будет. У меня компьютер новый сегодня появился. Камера новая. Папа приехал. Сейчас сегодня очень удачный день. Вот. Пока. Вроде как с фокусом все нормально. У нас тут посиделки. Мы в камере? Мы в камере? Нет, тебя не очень видно. Посиделки в честь папиного приезда. Вот такая вот долма. Я как раз проверяю, насколько хорошо работает камера. Новая камера, кстати. Тебе надо было вывеску поставить, но наконец-то пришло. Новая камера? Да, да, да. Новая. Просто она очень похожа на старую, поэтому просто она матовая. Постирала. Какая бутылка? Господи, боже мой. Гости у нас уже ушли. А я хочу что-то поснимать. Не знаю, что, чтобы проверить камеру. В общем, я переделала, кстати, по вашим многочисленным комментариям. Теперь мои маркеры в горизонтальном положении. Вот так даже удобнее. Берете маркер и все. Потом это все кладете наверх. Даже вот снизу можно взять. Вот. Кстати, обязательно пишите в комментариях, как вам качество съемки. Мне кажется, здесь стабилизация улучшилась. Яркие цвета. В общем, неплохо все. Единственное, немножко хромает фокус. Вот видите, сразу не фокусируется. Очень долго фокусируется. Вот это, конечно, минус. Но я слышала негативные отзывы об этой камере, так скажем, да, что она плохо фокусируется. Но что делать? Все блогеры снимают на нее.